Согласно информации Биттер Винтера от 29 апреля, в рамках Мир по обеспечению общественного порядка в Восточном Туркестане, китайские власти назначили 4 миллиона 500 тысяч сотрудников для контроля над уйгурами и другими мусульманами. В обязанности специального персонала, получившего название агентура, подключенная к сети, будет входить периодический обход домов, сбор и загрузка информации о жителях региона в единую базу данных, заполнение списка подозрительных лиц, регистрация данных о владельцах автомобилей и недвижимости, сбор информации о профессии и убеждениях, уничтожение религиозных лидеров и противников Коммунистической партии Китая, слежка за бывшими узниками концлагерей и регистрация времени выхода из дому и возвращения каждого жителя региона. Один из сотрудников агентуры, связанной с управлением города Шэньчжэнь, сообщил информационному агентству Bitter Winter о том, что принимал участие в учениях по контролю населения, во время которого им разъясняли, что уйгуры террористы и готовятся восстать против правительства, в связи с чем Пехин потребовал от них проведения обхода домов каждые три дня, высылки фотоотчетов и оказания давления на местных жителей. После публикации пресс-релиза группы Inspiration Stop Institute от 27 апреля в адрес организации, которая основала институт имени Ильхама Тухти и выступает за равноправие уйгуров и китайцев в рамках недеримого Китая, посыпалась волна обвинений. «Категорически недопустимо, чтобы кто-либо представлял колонизированную нацию, которая находится на грани уничтожения, представители которой являются заложниками и лишены свободы только за то, что жили согласно своим убеждениям и мировоззрению. В этом контексте институт Ильхама Тухти и его умело составленная теория являются предательством нашей нации», заявил глава Республиканской партии Восточного Туркестана Нашбуддин Шариф. Согласно информации, просочившейся из разведывательной службы Five Eyes Alliance, созданной разведкой Австралии, Англии, Канады, Новой Зеландии и США, для отслеживания деятельности Китая Пекин скрывает информацию об эпидемии. New York Post пишет, что Китай скрывает информацию о том, что вирус передается от человека к человеку и отказывается предоставлять образцы вируса, дабы Запад не смог разработать вакцину. 15-страничные исследования показывают, что вирус распространился из Уханьского института вирусологии. Данное утверждение, которое ранее было отклонено как теория заговора, опровергает версию китайских властей о распространении вируса с рынка животных. Кроме этого, спецслужбы доказали, что информацию об эпидемии, начавшейся в декабре, Китай скрывал до 20 января. Президент США Дональд Трамп сказал, что рад снова видеть лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике. Не особенно приятно видеть, что он вернулся и чувствует себя хорошо, написал Трамп на своей странице в Твиттер, прикрепив к публикации последние фотографии лидера Северной Кореи. Отсутствие Ким Чен Ына продлившейся три недели вызвало различные слухи о том, что лидер умер или впал в кому после неудачной операции на сердце. В пятницу официальное информационное агентство Северной Кореи объявило, что Ким присутствовал на открытии завода по производству удобрений. В результате проливных дождей в Сырдаринской провинции Узбекистана произошло крушение плотины. Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Мурат Садыков заявил, что в зоне бедствия были затоплены сельскохозяйственные угодья и повреждено сотней домов. 56 человек получили ранения, 70 тысяч человек, живущих возле плотины, были эвакуированы. Плотина Сардоба, строительство которой завершилось в 2017 году, имеет водоемкость в 922 миллиона кубометров и используется для орошения сельскохозяйственных земель в провинциях Сырдарья и Чиза.